здравствуйте многочисленные подписчики продолжаем книгу глава 4 улучшаем качество жизни отделение онкологии было наводнено посетителями у кабинета олега андреевича несмотря на ранний час собрались очередь собралась очередь из 20 человек все молча ожидали гиппократова сева свысока обкинул взглядом очередь и уверенно взялся за ручку двери известия о том что у крампа рак заставила его проснуться в шесть утра и поехать центр на каширском шоссе на метро к началу приема паника охватила его на кону был и общий с крампом компьютерный бизнес который из-за болезни друга уже вряд ли мог бы реализоваться в будущем и жизнь константина крамп позвонил ему прошлой ночью долго молчал а потом признался добрый день олег андреевич да у меня очередь перед кабинетом вы кто сева от доктора родионова с первой градской вам должны были позвонить приходите приходите звонили доктор гиппократов олег андреевич присаживайтесь он пожал руку севе и указал на стул игр передай в очередь что у нас пока приема не будет сложный случай пусть ждут олег андреевич у меня вот так какое дело мой друг у него обнаружили опухоль головного мозга он находится в глубокой депрессии молод и вот кстати его анализы а значит так перебил его доктор гиппократов все эти анализы ерунда он вяло перел перебрал их нам необходимо здесь все подтвердить хотя если они верны то ваш друг проживет не более трех месяцев но есть какие-то шансы что я могу вам сказать постукивал он по столу ручкой я могу улучшить качество его жизни до сделаем все что возможно у нас перед праве у нас перепроверим если все подтвердится куб подтвердиться купите препарат тарцева очень хороший в современной медицине это единственный способ качественного лечения еще один назначу но и мои услуги естественно тоже где больной он не со мной я просто хотел выяснить чтобы затем с ним прийти время стоит очень дорого 100 счет идет на дни а вы так себе ведете на на пирал на пирал доктор я поговорю с ним завтра сколько стоит ваши услуги не волнуйтесь все нормально значит так препараты вы покупаете сами приезжайте к нам раз в неделю будем вливать химию это все здесь есть и мои услуги 30 тысяч в неделю сколько воскрикнул сева а как вы хотели медицина у нас бесплатная но вы посмотрите какие очереди будете сдавать анализы есть ускоренное там заплатите тысячу проведем по всем кабинетам живенько как то необходимо сделать это еще пять тысяч на миссия на месте рассчитайтесь время смерти подобное еще раз повторюсь таким диагнозом три месяца но его жизнь я смогу улучшить не понял значение слова улучшить я уже вам все сказал сделаем не волнуйтесь но если вы пойдете по общей схеме которые у нас принято то вас пока запишут на первое первичное обследование затем необходимо подтверждать результаты это тоже не сразу вы будете бегать из кабинета в кабинет так пойдет время и далее улучшать улучшать будет нечего вы меня понимаете доктор с явным предпринимательской жилкой смотрел прямо в глаза себя а мы с вами подтвердим все же в течение часа и ваш друг будет получать качественное лечение кабинет вошел медбрат там к вам от степанова да сейчас видите у меня нет особого времени надо спешить произнес доктор словно речь шла о закупке молодого картофеля к сезону ну как так не понял ошарашенными глазами сева смотрел на доктора и не верил своими ушами своим ушам а вам что непонятно глаза доктора забегали надо решать вопрос хорошо подскажите если не приезжать сюда возможно чтобы кто-то выезжал на квартиру и ставил капельницу в домашних условиях все возможно только это будет два раза дороже сами понимаете сева вышел из кабинета хлопнув дверью эпилог человек что на земле живет отрезок небольшой весь день проводит суете презренной где нет возможности услышать звук родной который словно легкий ветерок пытается пробиться знак нетленный пятая глава аптекарский аптекарский огород приходите и располагайтесь звонкий голос молоденькой девушки вывел мужчину стоявшего дверях из состояния прострации спасибо неуверенно ответил константин пул полчаса назад обнаружив на асфальте улочку стрелку с надписью психолог он как загипнотизированный пошел по ней это спонтанное решение привело его свежая выкрашенный офис где витали запах и только что законченного ремонта просторной приемной валялись открытые и закрытые коробки чемоданы как на вокзале константин опустился мягкое плюшевое кресло рыжего цвета и утонул в нем вы пришли раньше на целый час я записывал я записывала вас имя самуиловне на сегодня двадцать шестого ноября на тринадцать ноль ноль я не записывался прохлепел константин даже не посмотрев на нее секретарь валя насорожилась блуждающий взглядом взгляд крапа сине-серые глаза с фиолетовыми мешками впала и щеки неопрятная щетина на навели практиканку на мысль о странности пациента или его психическом отклонении человек которому нет дела до своего внешнего вида вызывал у варе чувство брезгливости он вздрагивал девушки показала что помятые льняные брюки слишком свободно висели на нем густые каштановые волосы взлохмачены он медленно говорил сам собой пытаясь жестикулировать вот долговязный без особой надобности скачал с кресла шатающийся походкой пошел как вариму и стуч и сутулис стал высматриваться в рыбок это диагноз подумала она руки его были опущены как от бессилия и и безысходности во варе работала у психолога инны самуиловны глушко всего несколько дней но ее все уже успели запут запугать и она усвоила усвоила что сюда могут приходить разные пациенты и вообще здоровых людей нет в природе и даже сама варя если покопается в себе и прибегнет к помощи инны самуиловны найдет своей душе много неизведанных гряний варя про себя решила что перед ней экстренный случай сам экстренный ничего не понимал и отвечал на вопросы варимешь на вопросы варе машинально словно расщепившись на части единого целого одна часть разговаривал с варей другая очевидно сами собой или с рыбками в аквариуме я скорее всего ошиблась и приняла вас за другого пациента но ничего всех но ничего все хорошо сейчас поинтересуюсь сможет ли воспринять инна самуиловна без записи быстро про тара тари лаваря ее предупредили что пациент он же клиент всегда прав тактичность разговоре и умение находить общий язык позволит создать позитивный фон офисом и удержать клиента который приносит деньги корректность также была необходима так как реакция пациентов может быть неадекватной именно так учили варю на тренингах подготовки персонала после которых она успешно прошла конкурс на вакантную должность у инны самуиловны константин снова плюхнулся в кресло что-то странно нашептывая псих решила варя крант не реагировала на нее девушка поспешила скрыться за массивной бордовой дверью что я здесь делаю отчетливо признес признес константин словно проснувшись нет я не верю этого не может быть надо сделать анализ еще в одной клинике что-то могли напутать инна самуиловна вас ждет вас ждет приходите с поднебесным видом выкрикнула варя и перри и прервав мыслительный процесс константина открыла ему дверь очутившись кабинете кран быстро оценил обстановку просторно про письменный стол диван пустые книжные полки пирожные на столике вазочки возле кресла в центре уютная кушетка со множеством аккуратных подушек с восточными орнаментами напоминающими образы из сказок тысячи одна ночь отделка в восточном стиле несколько ковров на полу на которые падали лучи солнца из окна тяжелые шторы из плотной ткани с набивными рисунками свисали с карнизов у стены массивный диван с резаным инструмент инкрустированными под локотниками придавший интерьеру законченный вид единственная деталь которой не вписывалась высокая худощавая женщина лет 30 с тонким жидким русыми волосами аккуратно собранными пучок на 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 макушке обтягивающие джинсы под рубашкой из полу прозрачной ткани выделялась красивая грудь женщину даже отдаленно нельзя было принять за шахар азаду и тем более за психолога похоже на помощника руководителя крупного холдинга заключил про себя константин давайте знакомиться предложила она и протянула руку константину так официально как обычно протягивают менеджеру ведущему переговору о подписях о подписании контракта по поставкам ее неестественная улыбка смотрелась наигранно и выглядела глупой константин пожал ей руку глушко инна самуиловна практикующий психолог осталось добавить и царь с горечью подумал константин и и взгляде и действиях он почувствовал неуверенность новичка давайте заполним анкету деловито продал продолжила она у меня рак слегка заикаясь ответил константин мне поставили диагноз я понимаю что мне осталось недолго я даже не знаю почему я к вам пришел раздался грохот у инны самуиловны упал на пол планшет с ручкой она извиня извинилась и почему-то краснее подобрала его и опустила глаза в пол продолжайте скорость темнеет как мне идти домой и что там делать я не ненавижу ночи когда остаюсь наедине с самим собой особенно сейчас когда мысли о смерти овладели каждым уголком моей души он заткнулся и кашлянул ему сложно стало говорить он склонил голову давайте для начала заполним анкету анкетные данные инна самуиловна не слушала его константин оторопел вы меня не слышите для кого начала с горчей бросил он у меня рак вы не понимаете его лицо по вагаре по вагаре вала от злости глаза наполнили слезами все жилые мускулы налетел и шеи напряглись крамп впившись руками в планшет инны самуиловны глядя ее прямо глаза выпалил мне осталось жить не больше месяца может двух какое вам дело до моего имени и анкетных данных скоро не будет имени ничего от меня не останется а вы будете жить после меня за что невероятной силой злобы поднялась откуда-то изнутри и выплеснулась на психолога глаза и на самуиловны округлились ее показала ей показалось что пациент сейчас наткнется на нее и задушит она не знала что делают подобных случаях и стала мысленно прокручивать голове все возможные выходы из ситуации о которых слышала в институте на психологическом факультете но ничего аналогичного никак не могла вспомнить прожигающий взгляд константина поверг ее в ступор не волнуйтесь константин все будет хорошо пролепетала она крамп езды разъявился что будет хорошо вы психолог или кто вы можете мне что-то сказать помочь мой мозг сейчас взорвется константин вскочил побежал к окну открыл его нас глотнул воздух как рыба оставшиеся без воды и закашляла лягком расстегнул в ворот рубашки и упрёрся лбом стекло и на самуиловна явно сама нуждающийся в помощи не знала как себя вести с раннего возраста я боялся смерти за засыпал уж засыпал в ужасе от мыслей о конце когда умерла моя бабушка мне было 11 запах смерти мне казалось что она стоит рядом и пришла за мной и вот маленькие комочки из смертельного вируса уже поселились во мне злорадно пропитали мое тело с ног до головы они управляют мной и пожирают изнутри овладевая каждой клеточкой моя картина мира уничтожена я шел к цели хотел жениться у меня были большие перспективы невеста алексия я так долго к этому шел и все неважно в миг разрушилась жизнь константин почувствовал как из глубины его существа комок непоправимого горя поднимается все выше и выше в область груди он не мог больше сделать вдох и набрал легкий воздух была боль в области сердца давящее сжатие усилилась это нормально успокойтесь все что можно могла сказать и на самуиловна она недавно окончила вечернее отделение психологического факультета при мгу ее ожиданиях и мечтах работы психолога представлялась умиротворяющей она спокойной обстановке неторопливо дает советы людям помогая им разобраться в жизни что может быть лучше еще несколько месяцев назад она работала референтом руководителя аппарата и тогда решила для себя что пора сменить профессию у нее достаточно жизненного опыта и полученных знаний для серьезной практики и всегда было свойственно инфантилизм и самоуверенность нормально константин закрыл окно и пошатываясь дошел до дивана боль наконец отступила он медленно сел и обхватив обеими руками голову застанал вы знаете что такое нормально если я и а если кома а что если кома скликнул он если я буду чувствовать все я не смогу говорить шевелить руками и ногами и вообще меня не будет константин зашмурил глаза земля уходила из-под ног он рухнул на пол и на самуиловна забегала по комнате не понимая что предпринять может вызвать скорую право обмелкнула у нее мысль и она начала судорожно искать трубку телефона опрокинувку горшок с цветами который стоял на ее письменном столе побежал подбежала к умывальнику набрала в стакан воды и вылила его в лицо константину тихонько и осторожно начал пахло похлопывать пациента по щекам и вдруг раздры разрыдалась схватила его двумя руками за рубашку и стала дергать за ворот пациент не открыл глаза как в тумане крамп видел как над ним плакала склонившись склонившись инна самуиловна он не понимал что происходит и почему он он лежит на полу посмотрев заплаканные глаза психолога он застонал и медленно приподнялся не волнуйтесь все будет нормально поговорили проговорил он инна самуиловна растерялась еще больше она машинально села рядом с константином вы знаете что меня пугает больше всего чуть слышно почти шепотом забор мочал константин что выдвин выдавила и себя и на зачем-то омерзи ами озираясь по сторонам вы задумывались что врачи могут ошибаться и когда я буду в коме они константируют константирует смерть а если я очнусь морге это бред промеркнула в голове у инны самуиловны он социально опасен одной скорой не работить что вы на меня так смотрите вы что никогда не слышали что писатель николай васильевич гоголь тоже появился быть заживо похороненным этот страх был столь мучительный для него что он неоднократно отдавал письменные поручения друзьям хоронить его только когда появятся явные признаки трубного разложения может у меня так может может и мне так поступить но друзей то у меня нет разве сева сможет по глазам константина стало снова заметно что его страх про и прибавил обороты и понес рассудок к краю пропасти странные мысли роились в мозгу перемешивались путались он смотрел на женщину но уже не понимал кто она страх жил своей жизнью регулируя все жизненные процессы как меня зовут задался вопросом он и под и покрылся от волнения потом и красными пятнами я не понимаю вспоминай вспоминай не помню знаю что помнил но не помню что-то стерлось из памяти как я мог забыть так первая буква имени дальше дальше во рту персохла звенящий шум в ушах словно колокольный набат если испепеляет мозг изнутри мое тело разобрано на часе что я успел раскидывался раскидывался днями прожигая жизнь где я в гробу я ничего не вижу темно темно и холодно я замурован в этом замкнутом пространстве в кромешной тьме и холоде чем-то пахнет это удушливый запах гвоздик константин взывал инна самуиловна шут с ужасом заметила как жилы на его шее вздулись настолько что казалось готова пропавать кожу покрытую капельками потом мысли крампа вылетела стал стала раскачиваться как лодка на волнах поднялся невероятной силы гнев на весь мир и на себя в кабинет бежала перепуганная варя с газовым полончиком в руке она всегда носила его с собой на случай нападения услышав рык раненого льва из кабинета инна самуиловна она посчитала что самое время вы выручить свое руководство выслушиваю выслужиться и проявить недюжинное геройство варя набери 03 вызови скорую срочно прошептал инна самуиловна жестами показывая что баллончик тут не поможет дымка медленно рассеивалась константин увидел прямо перед собой круглые неподвижные испуганные глаза осмотревшись он понял что все еще лежит на полу инна самуиловна взяла его под руку помогала пристать и расположиться в кресле ее трясло руки закостенели от шока она с трудом сгибала пальцы и сама бы в настоящий момент не отказалась от услуг психолога или даже психотерапевта мысленно проклиная себя за несознательность при смене профессии обсуждать мужчин с подругами и сталкиваться с пациентами это большая разница для меня день проведенный с константином крампом стал днем прозрения думала она уже все окей всего лишь временное помутнение рассудка видимо так сходит с ума тихо прокомментировал константин инна самуиловна уверенно подошла к тумбочке и резко открыв ее достала бутылку хэнесси плюс 0 плеснул плеснула плеснула в стакан коньяк и залпом осушила заход зажмурилась можно мне спросил константин по его лицу прошла еле заметная улыбка вы пациент нельзя уверенно ответил инна самуиловна а вы всегда выпивайте во время приема спасил константин глухо и тяжело простонал и ухмыльнулся инна самуиловна поняла всю абсурдную ситуацию она уже нарушила все профессиональные запреты налила коньяк и потянув и протянув константину отчеканила при виде исключения переходя на ты в неформальную беседу как с родственником или другом самой бы не помешала консультация психолога а может и психотерапевта выпивая коньяк подумал константин как будто чист читаем мысли инна самуиловна в кабинете выцелилось молчание сейчас приедет скорая помощь прервал тишину инна самуиловна не нужно вы можете продолжить прием мне очень нужно поговорить скорая мне не поможет я хочу выговориться именно и именно вы мне нужны просто разговор я я знаю выпалила она константин уставился на на муху севшие на пирожные мне необходимо пообщаться и на аккуратно посмотрела на себя маленькое зеркальце и ужаснулась своему внешнему виду и и аккуратно собранные волосы были сильно растрепаны тушь растекалась по бледному лицу напоминающему сейчас палитру с не с неумела смешанными красками отдохните несколько минут я сейчас под подойду константин остался в одиночестве если не везет то не везет ко всем во всем он проводил ее взглядом мир рухнул константин прикрыл глаза тишина тишина всплыли картинки детства аромат свежая скошенные травы в деле в деревне бабушка который давно уже нет живых ее руки такие теплые добрые он искал такие руки дарящие безвозмездную любовь но так и не нашел их вы в порядке громко захлопнул захлопнув дверь спросила инна самуиловна отвлекая его от воспоминаний как она умудряется задавать такие глупые вопросы про себя подумал он и ответил да инна самуиловна успела позвонить скорую в красках обрисовав ситуацию ей необходимо было много времени чтобы продержаться оценив вполне адекватный взгляд константина она немного успокоилась сейчас инна самуиловна выглядела естественнее умывшись и сняв и сняв макияж более живой спасибо за отличный коньяк посмотрел ей в глаза константин очень кстати правда я больше люблю армянские радует радует что у вас в кабинете есть стратегические продукты которые воздействуют на пациентов медикаментозном инна самуиловна засмущалась и попыталась улыбнуться но ей удалось только скривить губы посмотрев на часы она приподнялась и направилась к выходу варя варя прилинув замочной скважине усиленно подслушивала разговоры психолога с пациентом была таким увлекательным что она и не заметила дверях своего босса обе девушки разом скрикнули и отскочили от дверей варя быстро отступила на свое рабочее место и начала перебирать бумаги и документы жутко покраснев она не понимала она не поднимала глаза на инну самуиловну босс обычно резко реагировал на некорректное поведение нового сотрудника и поднимала крик но не сегодня не сейчас валит и звонила морозову она подойдет вовремя уже на подходе будет через несколько минут запнулась на мгновение и продолжила перебирать бумаги варя он звонил сам инна самуиловна не поднимал не понимала как ей поступить металлась с телефоном по офису скорая помощь будет минуту на минуту как поведет себя этот ненормальный в кабинете сейчас появится морозов он заключил контракт здесь на 10 психологических сеансов у него широкий круг знакомых которым он может порекомендовать обратиться за консультацией но главное его связи телевидение великолепный пиар пронеслась у него в мыслях инна самуиловна зажмурилась от предвкушения славы так как знала что все ее обучение и было затеяно для того чтобы показать себя на первых каналах страны это создаст определенный имидж ее лицо лицо психолога мелькающая на экране позволит пробиться святые святых гламурную массу московскую тусовку надо действовать решительно она не могла потерять такой контакт в это время крамп приоткрыл глаза и потянулся за пирожным и песочным печеньем курабье которые аппетитно располагались в вазочки на столе прямо перед ним песочная сладость свежего печенья растворился у него во рту он прикрыл глаза и этот вкус снова напомнил ему о детстве скрипнула и медленно открылась тяжелая дверь и вновь появилась инна самуиловна константин провел рукой по своим увлажненными слезами глаза и уста уставился на нее вам нужно уйти с минуты на минуту я ожидаю следующего пациента вы не записывались ко мне за сегодня можно перенести прием на другое время ввиду экстренности случая мне необходимо с вами просто пообщаться я понимаю что вы не измените мою ситуацию но прошу вас к сожалению ничем не могу помочь так как пациент появится появится с минуты на минуту сожалела и на самуиловна размышляя о съемках на телевидении вам необходимо оплатить консультацию и встретимся в следующий раз сообщила она довольным тоном не терпящим возражениям что оплатить консультацию какую повторил недоуменно константин он подошел к столику взял бутылку коньяка и сверлил сверлял взглядом и на самуиловну произнес коньяк не понравился беру с собой за причиненный моральный ущерб с этими словами он удалился ох облегченно вздохнула и на самуиловна было бы неплохо принять на работу охранником станции метро проспект мира до 1966 года называлась ботанический сад открыты 30 января 1952 года кран впервые жизни остановился прочесть такс текст на мраморной табличке и поднялся на длинному по длинному эскалатору наверх просматривая как турист белый арочный потолок и ему хотелось отвлечься и не думать забыть о диагнозе именно самуиловне алексии но мысли вновь возвращались его возвращали его к жизни все смешалось около алексии всегда вились поклонники из ее же круга дети таких же родителей с подобными устоями и сформировавшими взглядами на правильное и неправильное думал он поклонники как серая масса хотели продолжение правильных традиций а она выбрала меня я заставил ее выбрать себя инкрустированные колонны со снопами пшеницы увешанные звездами украшали холм пройдя около 200 метров по улице вдоль шоссе за домом музеем при брюсово кран свернул и вошел стеклянные современные здания поднялся на по пандусу за дверями деревьями и оказавшись за стеклянными раздвижными воротами попал в аптекарский огород который 1706 году по указу петру первому был заложен на прежней окраине города поздней осенью и земной сад виден насквозь и как показалось константину сегодня выглядела меньше чем обычно по всему саду снег теплым одеялом надежно укрыл посадки но самые нежные растения садов садовники еще осенью утеплили еловым лапником засыпали опавшими листьями торфом и опилками или опилками в это время года краб обычно любовался тонким силуэтами деревьев и кормил вместе с алексией птиц которые поздней осенью становятся почти ручными войдя в парк он заметил дворника чистившего дорожки возможно судей уединиться в ресторане уставший садовник и отогреться в теплой зеленой оранжерея приманила сюда константина крамп крампа отдав охраннику входной билет он по массивной металлической лестнице поднялся в ресторан здесь он занял столик у окна у из которого открылся вид на сад константину быстро принесли заказ красную фасоль со специями есть не хотелось аппетит пропал крамп немного поковырял вилкой фасоль и достал из рюкзака бутылку коньяка хеннесси который был без сопротивления получен от и анны самуиловны закончив обед немного пошатываясь он вышел из-за стола спустился с лестницей и поплел в глубь парка осмотревшись и убежи убедившись что один присел на скамью напротив замерзшего пруда воздух был морозным константин затаил дыхание и долго сидел неподвижно в темноте в одно в одном из дальних уголков сада съежившись в клубок его сту сутулая фигура издали напоминали издали напоминала случайным прохожим вопросительный знак он замер с сжатыми в замок руками и с подогнутыми к животу коленями ночной зимний вечер резкий и пронизывающий как швага мушкотера с каждой минутой превращал его в тело решетом может позвонить алексия поразмыслив крамп не стал этого делать ему было не до чего все потеряло смысл деревья обступили его со всех сторон он как самые древние существа живущие на земле хранили много тайн маленькие кости еще с детства в детстве знал здесь каждое деревце и тропинку но красивую легенду но красивую легенду о дереве хранители сада который тогда выучил наизусть вспомнил только сегодня старожили сада утверждали что росток дерева пама появился за за сотни лет до того как в египте была построена первая пирамида в детстве бабушка рассказывала константину легенду о дереве долгожители древо жизни растет и внучок здесь в этом саду рассказывала бабушка сидя рядом на скамейке игре и гладя внука по голове корни его уходят в прошлое ствол пронизывает настоящая крона взлетает в будущее стремясь к свету каждому человеку древо дает возможность познать себя страх и неизвестность по преграждает человеку путь к свободе если слушать и не слушать вибрации своего сердца и бояться сделать выбор дерево знает обо всем ветви его до до дороги листья мысли плоды жизни растет она сразу в трех мирах и соединяет их в корнях обитают духи а вершина упирается в небе крона его говорит с солнцем а человек если сильно пожалеет и приложит силы сможет подняться по столу по стволу дерево до небес в дереве огромное дупло там живут духи хранители древо пама если духи хранители пропускают в дупло то человек может излечиться запомни это костенька ты придешь сюда когда тебе будет тяжело где же это дупло произнес крамп всех слух уверенный что его никто не слышит с вами все в порядке дворник с метлой дергал крампа за плечо рукой в малиновые перчатки нужна помощь константин приподнялся со скамьи где здесь растет дерево с дуплом и человеческий рост нет здесь такого дерева меньше надо пить алкоголик я думал помочь а у тебя белая горячка дворник поднял пустую бутылку от коньяка хэнесси валявшуюся под скамейкой здесь точно растет дерево пама за дуплом процедил сквозь зубы константин и 20 лет подметаю в парке мне такого дупла не в одном дереве иди опохмелись страшно смотреть сейчас вызовут наряд полиции они постоянно таких маргиналов забирают и направляют прямо психушку в белые столбы там тебе объяснят где дупло и выяснится что она у тебя в голове посидишь в палате с другими деревьями вместе будет веселее крампа сгреб свой рюкзак с ноутбуком и шатаясь побрел к выходу из парка действительно глупо наверное нет не надо валить валить отсюда постой псих услышал константин за спиной голос дворника этого мне ужаснулся крамп это я псих ну не я же сидел в парке был с бутылкой коньяка деловито подтвердил дворник хотя лучше тебе задать уточняющие вопросы так как это не просто парк я жду в этом саду инопланетян рептиол рептилоидов я знаю что когда они приземляться первым делом при рыбе прибудут на это место скажи ты видел здесь ящеров или все-таки ты встретил обычную белую горячку крамп с недоумением осмотрел с ног до головы чудного дворника с метлой да там гуляла парочка рептиол рептилоидов которые спрашивали дворника я не знал что они к тебе как встречу следующий раз обязательно вам состыкую подыграл крамп с горчью просматривая и увеличивающиеся зрачки собеседника ты серьезно дворник взял крампа под руку как они выглядели прошептал он свое время мне говорили что в засекреченном докладе к гбсс прогнозировали прилет рептилоидов 2012 году именно здесь начнется конец света от рептилоидов спасет только ум урина терапия урина терапия надо пить мочу тогда они не сидят все что увлекается урина терапия знает это пациент панацея и спасение от пришельцев и вы тоже практикуете крамп развеселился и сколько надо пить пить надо все без остатка это эликсир жизни и спасение выживут после 2012 года только урина терапевты и их пациенты доложил дворник со знанием дела вот что надо пить он шепотом передавал традицию как посвященный сакральные знания учеником а коньяк не поможет а что делать делать дальше произойдет еле сдерживала смех константин от всех оставшиеся жителей начнутся испарение урины и облако накроет всю планету пойдет уриновая дождь который уничтожит всех рептилоидов и прогонит их с нашей земли не все улетят многие сдохнутся потомки улетевших рептилоидов вернуться через три тысячи 17 лет надо написать книгу в которой мы расскажем как бороться с рептилоидами нашими урино землянами людьми будущего присоединяйся мы организуем партию партию урина за свободную планету у меня ночной энурез с детства задыхался он задыхался от смеха крам напряженка с уриной не потянут членский взнос послушай меня неважно что ты алкоголик нам сейчас нужно спасать планету рептилоиды прилетят с планеты бибуру ты пойми телевизор делает из людей зомби все кто его смотрит ходит кого с квадратными головами это специальный проект зомбирование населения с планеты бибуру рептилоиды нас контролирует дворник обнял крампа и продал продолжил урины нужно еще и умываться тогда эффект произойдет все произойдет все ожидания запомни это единственное что спасет людей от уничтожения дворник самовольно улыбаясь поднял руку и жал ее в кулак но посаран добавил он тихо и по-испански бессмертный лозунг чилийских патриотов они не пройдут хорошо я буду бдительным крикнул крамп взрываясь от хохота уставший от пережитого константин крамп проехал домой и прошел прямо в спальню в одежде и обуви повалился на кровать и уснул проснувшись посмотрел на часы стрелки показывали 11 он понял что проспал он понял что проспал весь день на макушке ощущалось же не захотелось подойти к окну и распахнуть его падал свежий холодный ветер крамп сел на подлокотник обнял руками колени и посмотрел звездное в небо что я успел только раскидывался днями в надежде что жизнь впереди вместо того чтобы жить и вообще зачем я родился такое количество ненужных связей и дружб странных людей для чего я с ними общался лучше когда осознаешь свои ошибки но когда чужие становятся твоими понимаешь многое что сделал было необходимо но не тебе думал крамп глядя на звезды может быть единственный с кем нехай мне хочется общаться это дворник с которым сегодня познакомились улыбнулся крамп не потому что он смешан своей охоте наведено потому что искренен в помыслах и убеждениях увлекшись своими размышлениями крамп стал и прошел на кухню достал бокал и полез за ноутбуком кто-то настойчиво звонила во входную дверь крамп поднял трубку домофона это я лола мы договорились что я поеду сегодня подъеду сегодня крамп вспомнил что действительно звонил лоле по номеру сайта знакомства но подробности вылетели из главы кто лола сайта не ждал ну да ладно приходите открыв дверь крамп увидел совсем нету сексапельную и молоденькую девушку с хорошей фигурой и страстным взглядом а немного полноватую даму за 30 изрядно потрепанную познавшую не только мужчин но и женщин парик накладные ресницы искусственная улыбка ничего примечательного кроме вызывающей короткой юбки под которой не скроешь на грозе целлюлита ноги обтянутые чулками в сеточку и широкий пояс как юбка впечатлением мягко говоря отвратительное что в жизни не при к что жизнь не так прекрасно как внешне внешне кажется неожиданно с издевкой начала она лола с именем все верно но фотография на сайте не твоя оборвал ее константин наверное но и я ничего ничего это очень правильно звучит константин подошел к полке и достал литровую бутылку виски ты можешь пойти умыться ты уверен я уже не в чем не уверен где у вас сто лет крамп видел как в ванную вошла раскрашенная девица в парике и в вышла доярка совпоза красный октябрь после тяжелой рабочей недели у нее была короткая стрижка под молчишку лучше бы ты не умывалась я понял что допустил глупость осмотрел ее крамп гриме ты кажется умнее расскажи зачем ты этим занимаешься только давай уйдем от сказки что у тебя семеро детей их начнем кормить муж дома ждет ежемесячно получки ты бедная и несчастная вкалываешь в три пота чтобы прокормить семью давай честно повысил голос константин я на не на исповеди чтобы тебе изливать душу мы не договаривались что ты будешь считать мне мораль решка резко ответила женщина что глаза крампа налились кровью он схватил ее за шею и начал душить и вены вздулись тебе нет ничего святого если ты умрешь никто этого не заметит почему такая шаль как ты живет как тебя носит земля она задыхалась билась в вагоне но не сопротивлялась крамп прижал ее к стенке и продолжал душить встепившись мертвой хваткой в этот момент необъяснимый пронзительный и живой ее взгляд вдруг остановил крампа он одернул руки отошел на несколько шагов жертва начала кашлять набирая легкий воздух и обессилев сползала на пол опять не получилось уйти что не раз душили тяжело дыша спасил крамп кому нужна твоя душонка никчемная твоя жизнь все к чему я стремился разрушена у меня диагноз который слух боится назвать обычные люди боятся страшные я все сделал чтобы добиться нужной невесты нужны нужной работы все пробивал сам родители умерли еще когда я учился в институте понимаешь я уже все неважно уходи собирать свои вещи и уходи кричал крамп с пеной урта не хоть и некому звонить но и ты мне не нужна лола села на полу и громко раскатиться засмеялась ее смех заполнили всю квартиру она смеялась так звонко и долго что через мгновение константину захотел зубами пита пицца ее шею и перекусить сонную артерию ты офисный планктон что ты сделал своей жизни для чего деньги и власть когда позвонить некому кроме проститутки она смотрела на константина абсолютно бесстрашно я не страшусь смерти вижу ее каждый день мой муж и ребенок погибли в аварии я не справилась с управлением осталась осталась жива мы должны были уехать отдохнуть всей семьей а я настояла на своем тоже думала успею сначала карьер работа учительницы с русского языка и литературы в сельской школе повышение перевод в вага в город а зачем этот вопрос так и остался риторическим в реанимации мой муж умирая сказал что я продолжала жить во что бы то ни стало он и не узнал что наш ребенок погиб как жить с чувством вины хуже смерти я ищу смерть каждый день стараясь дышать слов стараясь сдержать слово жить не уйти не лишить себя в жизни самой самой а когда ищешь не находишь мое существование сравнимо ты меня отдушил но не до дожил зря я был я была бы тебе благодарна в этом состоянии асфиксии я живу уже четыре года между жизнью и смертью как призрак застряла посреди мира как тебе такая грань константин замер он не мог говорить смотрел в пол руки был были опущены казалось он не дышал меня не надо жалеть я тогда решил что буду искать смерть среди мужчин но не получается пока остаюсь помойным ведром я так оплачиваю и жертвы но продаю нас не себя в отличие от себя свое а свое тело ты продаешь себя на работе и в жизни не ты цепляешься за то что ищешь прогибаешься чтобы достичь думаешь что живешь а на самом деле существуешь знаешь что страшно не умереть а быть мертвой и жить когда ты теряешь себя и застреливаешь понимаешь что же что никогда не возродишься потерять все это не про тебя ты говорил только о карьере деньгах и выгодной жене а потерять любимую семью и детей чувство сравнимое с тяжестью паровоза сдавившего грудную клетку он застрял на груди и не дает дышать и так прошло четыре года она налила себя в виски и морщицы выборе выпила до дна секса у нас не было правда удовольствие ты в любом случае получил да и последнее меня зовут антонина сергеевна бросила она застывшему в глубокой прострации крампу и вышла за дверь